через благодарность поэтому мы сейчас изучаем самое важное вообще что только может быть а значит и очень важно практиковать как сегодня я в мишлей учил притчи царя соломона 7 глава 3 отрывок звучит так что слова торы нужно кашрем аль эдзбатеха их нужно завязать на пальцы катвем аллах лебеха записать на скрижали своего сердца теперь а в другом месте там написано так сказал царь соломон в притчах что кашрем аль гар гаратеха завяжи их на горло свое и напиши их на скрижалях сердце своего что он имел ввиду вот в эти два раза да почему во первых тут завяжи на горло свое напиши на скрижалях сердце тут завяжи на пальцах своих за опять же запиши на скрижалях сердце два разных отрывков в притчах. Он имел в виду следующее, что когда человек изучает слова Торы, Тора это формализованная в словах воля Всевышнего, воля Всевышнего, мысль Всевышнего, как он устроил мир, то есть Тора это свет Всевышнего, Всевышнего формализованный в словах пророков. И вот когда человек, он, значит, царь Самон говорит, кашрем, завяжи их на горло свое. Что это значит? Это значит, что ты должен их произносить вслух. То есть когда ты произносишь какие-то слова вслух, вот ребенок учится разговаривать, ему говорят, скажи мама, то есть можно было так сказать, я мама, он сидит такой, я мама. Нет, то есть чтобы ребенок заговорил, он запомнил, его просят, скажи, мама. Когда он произносит мама, то в этот момент у него вот этот образ мама, звук мама, и оно все вместе соединяется и отпечатывается у него где? В его подсознании. Дальше он закрывает даже глаза, видит картинку мама, и он вспоминает слово мама. То есть мама впечатывается таким образом в его мир. Да, его мир это его внутренний мир, который, который есть главный мир. Интересно, сейчас вот только сейчас изобрели вот этот вот vision, да, apple новые, новые очки, вот эти вот смешанной реальности называется. Так как они работают? Они работают точно так же, как мозг. Вот прям вообще, мы сейчас, нам Всевышний показывает через все эти изобретения, как вообще он творил мир. Нам сейчас очень легко понять это. Смотрите, они как работают. Вот такие вот человек идёт в очках, и у него там есть камеры. И камеры ему передают внешний мир на экран, и он видит не внешний мир, то есть его глаза смотрят постоянно только внутри на экран. Он не видит внешний мир. Но у него картинка, как будто бы он видит внешний мир. Почему? Потому что есть камеры на очках, которые берут сигнал из внешнего мира, и этот сигнал ему отправляют на его внутри очки, на экран. И он на этом экране видит внешний мир, и видит мир, который ему создаёт компьютер. То есть он видит разные, разные там, добавления, которые ему создаёт компьютер. И дальше он делает вот так вот, шевелит руками. Эти камеры, они ловят его жесты руками, и они внутри производят вот эти вот разные действия, как будто бы он, как будто бы он нажимает на кнопочки. Так то же самое говорит нам царь Соломон. Он говорит, ты хочешь Тору Всевышнего записать, получить Тору Всевышнего, ты хочешь, да? Ты хочешь её воспринять и запомнить. Завяжи на пальцы. Что значит завяжи на пальцы? Когда ты пишешь, например, вот вы сидите, слушаете, какая это вам мысль, инсайт. Вы такие, оп, записал этот инсайт. Это уже вы как будто бы завязали на пальцы. Потом вы этот инсайт вслух сказали, да? Сказали. Вау, там, интересно. Потом вы записали сториз, сказали вслух. Потом вы кому-то сказали, сказали вслух. Потом вы написали там кому-то сообщение. Значит, вы пальцами пошевелили, сделали действие. В конце концов, вот эта вот информация, этот вот кусочек Торы, эта мысль, да? Она впечатывается, и как будто бы вы её записали на скрижалях своего сердца. Это значит, что она ушла в вашу долговременную память. И когда она ушла в вашу долговременную память, она стала частью вас. То есть вы как будто бы записали её, как раньше были каменные скрижали, на которых выбивали, выбивали вот эти клинописные письмена. И когда ты выбил уже клинописью этого письмена, эти, на камне, то эти клинопись, она стала частью камня. Она не написана на нём чернилом. Её нельзя стереть, отодрать. Клинопись – это часть камня. Вот точно так же отрывки Торы должны стать записать их на скрижалях своего сердца. Поэтому я предлагаю такой челлендж. Каждый день изучать одну главу Мишлея, например, притчи. Выбирать один отрывочек каждый день из главы. То, что вам прочитали главу, ознакомились. Потом выбрали один отрывок, и минимум сто раз его повторить слух, выучить наизусть, желательно на иврите. Вот тогда вы эти отрывки как бы впечатываете на своё сердце. Сегодня как раз я выбрал этот отрывок. Сегодня 7 февраля, 7 глава, 3 отрывок. 3 отрывок можете проверить. Прямо есть у нас бот Мишлея. Можно через бот, это удобно делать. Телеграм-бот. Там написано как? Так, написано так. Кашрем. Прямо вот я глаза закрываю, вижу. Оно уже на скрижалях сердца. Кашрем, это значит завяжи. Аль, аль. Эцбатейха. Эцбатейха это на пальцы твои. Катвем. Запиши их. Аль. Луах. Скрижали. Лебеха. Скрижали твоего сердца. Оп, всё, выполнил задание. Значит, я надеюсь, что вот этот 7 глава, 3 отрывок, он мне поможет. Не только поможет мне запоминать Тору. Это в принципе очень многое в жизни объясняет. То, как устроен внутренний мир человека. И что ты хочешь туда записать. Какие мысли, с кем ты общаешься, кого ты слушаешь, какие слова и выражения ты запоминаешь. Или каких-то негативных, там, депрессивных телеведущих, которые вообще просто, ну, вообще непонятно откуда взялись. Или же ты решил, у меня одна была ученица когда-то на курсах моих по психологии, по коучингу, Елена Железная из Москвы. Ей была за 50 лет. Так она выучила всего Евдения Анедина наизусть. Я не знаю там, она, ну, просто всего Евдения Анедина она знала наизусть. Где-то она год добавляла, добавляла, добавляла. Ей там за 60 лет, она в 60 лет начала каратэ заниматься и выучила Евдения Анедина. То есть она развивала свой мозг. Большинство людей уже в 60 лет себя уговаривают, дипнотизируют. Я ничего не могу. Они прям записывают на горло свое, на скрижале свое. Я ничего не могу. Это приобретенная беспомощность. Диагноз психологии называется приобретенная беспомощность. Я ничего не могу, у меня нет сил, впереди ничего не ждет, дальше будет то хуже. Все плохо. И они себя с 60 лет до 70 дипнотизируют. В 70 лет им уже все, незачем жить, потому что они себя задипнотизировали уже полностью на негатив. А можно наоборот. Запиши на скрижале своего сердца. Я живу, я развиваюсь, все прекрасно, жизнь прекрасна. Спасибо Всевышнему. Спасибо Вайкра Платформа. Спасибо за то, что мы помогаем вам. И всем спасибо вам за то, что приходите на уроди, за то, что помогаете Вайкра. Слава Богу, все, жизнь прекрасна. И в тот момент, когда ты живешь, если ты фокусируешься, записываешь на скрижале своего сердца, что спасибо Всевышнему, жизнь прекрасна, то что мозг, он же будущего не знает, он проецирует на будущее то, что ты чувствуешь сейчас. Если ты сейчас чувствуешь любовь ко Всевышнему, если ты сейчас чувствуешь благодарность, если у тебя все хорошо по твоему определению, а нет другой реальности, кроме твоего определения. Ты сам себе определяешь, фиксируешь реальность. Да, нет, хорошо, плохо, нравится, не нравится. Так вот, когда ты фиксируешь реальность с помощью благодарности на позитиве, то внутри ты как бы создаешь вот эту вот свою реальность на своих вот этих вот очках своего мозга, да, как сейчас Vision Pro, которая работает, эти очки, они нам показывают. То есть, ты создаешь свою реальность и у тебя идет что? Мозг автоматически, он на будущее проецирует, что все будет хорошо. Оп, ты хорошо спишь, у тебя хорошее здоровье, у тебя, значит, иммунитет хороший, ты здоров, полон сил и живешь, кайфуешь. Что еще нужно в жизни человеку? Только это. Все. Значит, возвращаемся к книге, книга, которая называется «Сад благодарности». Сад благодарности. И в этой книге, значит, мы уже подошли, заканчиваем 11 главу, сегодня 109 урок. Значит, почему-то у меня вот прямо YouTube плохо работает. Да, так что переключайтесь. Я думаю, что связь хорошая. Хорошо у нас работает Telegram и хорошо работает Facebook. Те, кто в YouTube, если прерывается, переходите на Telegram и на Facebook. Одновременно идет трансляция в трех каналах. Так что не переживайте, всегда можно найти хороший канал. Значит, сегодня 109 урок. Здесь там уже Рав Шаламаруш объясняет теоретически, как работает мир, как работает благодарность, как, когда ты уже занялся физкультурой, знаете, как идет. Вот человек, например, он вначале, он просто тюфяк такой, да, вот он тюфяк. Я сейчас говорю на примере физкультуры. Потом он, значит, начал приседать, с одного раза начал приседать, прошел год, он уже приседает 365 раз в день, 15 подходов по 25 раз, спокойненько, каждый час там он приседает 25 раз, медленно, спокойно, полуприсед, такой присед. В общем, через год у него уже есть привычка тренироваться, и он уже в хорошей форме. Дальше у него есть два пути. Есть у него путь, например, оставить, как я сделал, 100 приседаний оставить, и добавлять что-то другое, как бы, ну, такое мягкое, гармоничное, спокойное развитие. Или у него есть путь, он думает, ну, класс, я уже приседать, приседаю. Теперь я начну сейчас выпрыгивание из приседа, приседать со штангой. Начну я сейчас вообще делать упражнения, там, по часу в день ходить в спортзал, в качалку, да. И через год куплю себе еще сейчас стероидов, куплю себе сейчас, значит, белковую пищу, как для культуристов. И через год стану в своей возрастной категории чемпионом мира по культуризму. Все. Час в день, два часа в день буду тренироваться, три часа в день. Есть стероиды, есть белковую пищу, будут за год наберут 20 килограмм мышечной массы, и буду просто всех удивлять. И не важно, вы мужчина, женщина, сколько вам лет, вы можете за год, если вы профессионально подойдете к вопросу под руководством тренера, вы можете стать, вот просто будут все удивляться, думают, вот это человечище, да. Это уже экстраординарный выход за пределы нормы, то есть выход в один процент таких отличающихся людей. Моя мама их называет ненормальные. Я ей говорю, да, мама, я ненормальный, и брат мой ненормальный, и все мы ненормальные, потому что мы хотим быть больше, чем нормальные. Есть норма, которая, ну, просто норма, да. Вот они, ну, просто как-то живут и живут. А есть люди, которые хотят быть ненормально веселые, ненормально богатые, ненормально здоровые, ненормально умные, ненормально счастливые, да, это вне нормы. Ну, да, быть ненормальным не так уж и плохо, но это выбор. Быть нормальным еще лучше, то есть все хорошо. Теперь, значит, вот здесь он нам сейчас объясняет, как достигают в духовности, в отношениях со Всевышним сверхнормальные результаты. И он нам приводит, вот сейчас, сегодня прям глава называется, награда за выдержанное испытание. Значит, приводит он нам одну историю. Это трактат Баба Мецея в Талмуде, седьмая глава, Асухера Парьевана называется, тот, кто нанимает рабочих. В ней рассказывается очень подробно и глубоко история про Раби Элязара, сына Раби Шиман Бар-Юхая. Значит, Раби Шиман Бар-Юхая похоронен на горе Мирон, Лагбаумер праздник раз в году, когда жгут костры. Значит, это день его ухода из этого мира, и он, значит, записал, надиктовал, обучил книга Зоар. Это каббала, все тайны Торы он открыл своим ученикам перед уходом из этого мира. И он радовался, смеялся, сказал, во все поколения в этот день радуйтесь, смейтесь. И он ушел в небо в огненном столбе, там, ну, в общем, он был уже, когда он был здесь, он, значит, уже был там. Ему открылись основные тайны Торы, открылись, когда он был 13 лет в пещере. Он скрывался в пещере вместе со своим сыном Раби Элязаром, который был его сын. Они вдвоем в пещере скрывались на протяжении 13 лет. И там им открылись вот эти все тайны Торы. Кстати, интересно, что ничего нет случайного. 13 – это числовое значение слова «один», как один эхад, один бог, бог один. И 13 – это числовое значение слова «аава», «любовь». Это главное качество Всевышнего, любовь, из-за которого он создал мир. А 13 плюс 13 равно 26. 26 – это числовое значение имени Всевышнего «юдкей вавкей». Это четырехбуквенное имя, которое нельзя произносить, который был, есть и будет бесконечный Творец Мироздания. И вот если вы встречаетесь с этими цифрами, 13, 26 и так далее, Мошарабену было 26-го поколения от сотворения мира, то тут есть какие-то более глубокие закономерности в мире, которых мы, ну, в школе нас не учили, во всяком случае. И вот, значит, здесь рассказывается о внуке Раби Шиман Барюха, сыне Раби Элязара. То есть, получается, внук Раби Шиман Барюха, который поднялся на самую высочайшую ступень близости со Всевышним. И про него рассказывается в Талмуде история, что он отошел от Торы, стал грешником. Стал грешником, причем, так как система Раб Шалома Аруша, что самое большое испытание – это склонность к разврату, ну, для мужчин. Вот это вот стремление к женщинам, какое-то безудержное, инстинктивное животное, оно и является главным для мужчины препятствием для соединения со Всевышним. И он как раз не просто был этот внук Раби Шиман Барюха, он был, значит, сделал это своей профессией. То есть, прям, ну, он пишет здесь, что опустился так духовно, что стал совершать ужасные грехи, особенно по части разврата. Я не буду уточнять, кто захочет, откроет Талмуд, трактат Баба Мецея, седьмая глава, значит, можете там почитать подробности этой истории. И приехал Раби Иуда Анаси, это был глава еврейского народа, самый главный того поколения мудрец. Он приехал в этот город и начал искать потомков Раби Шиман Барюха. Спрашивал, не осталось ли сына у Раби Элязара, хотел найти. Они сказали, сын-то есть, но ведет он себя, конечно, вот так вот. И все ему рассказали. Раби Ода Анаси пошел поговорить с ним, и ему удалось приблизить юношу к вере. Он ему объяснил о бренности всего земного, о том, что он теряет вечность. Как-то он ему объяснил, уговорил его и вернул его к вере, что нет ничего, кроме Бога, и все к лучшему. И он молодого человека забрал в другой город, и там попросил другого великого праведника, Раби Шимона Бен Лаконью, чтобы тот обучил юношу Торе. Ну, юноша начал учиться, но дурное начало, вот это вот животное начало, оно его не потянуло. И в нем горел огонь страсти. И когда этот огонь разгорался слишком сильно, то сказал этот юноша, внук Раби Шимон Барюха, своему учителю Раби Шимону Бен Лаконье, что все, уходит он, не может он терпеть больше, уходит, не нужна ему никакая духовность, нужны ему женщины. Но Раби Шимон ему говорит, ну что там из тебя выйдет, ты потеряешь всю свою жизнь, а если останешься здесь, то ты станешь достойный своих предков Раби Шимона, Раби Лазара, твоего папы и так далее. В общем, он сумел, сумел он преодолеть это дурное начало, и в один из моментов он поклялся Всевышнему, что больше не будет вообще думать об этом разврате, больше не будет он вообще в этом направлении даже смотреть. И в этот момент, когда он сумел это преодолеть, какое-то у него было сильнейшее искушение, ему открылись тоже какие-то сверхсильные духовные силы, и он, значит, стал праведником и дошел до того же уровня, как его папа и его дедушка. То есть он здесь говорит, что для мужчин преодоление вот этого вот стремления, оно перекидывает на какую-то совершенно невероятную высоту в духовном плане. Значит, опять же, женщины вряд ли это могут понять, они вообще не могут это понять, у женщин совсем какая-то другая история, да? А мужчины в наше время тоже не могут понять, почему? Потому что Всевышний не дает нам никогда испытания больше, чем мы можем перенести. И каждый раз, когда получается, ну, еврейский народ это как, как сказать, лакмусовая бумажка, то есть это народ священникам, как Всевышний выбрал, дал Тору, дал задания, там все, в общем, была селекция тысячелетия, да? Четыре тысячи лет от Авраама Авину, от праотца Авраама, Авраам, Исках, Яков, 12 сыновей, Едипетское рабство, там, ну, то есть просто жесточайший отбор для того, чтобы, ну, уже понять, что нет никого, кроме Бога, и только надо служить Всевышнему. То есть, или ты служишь Всевышнему, или тебя нет. Все. Вот это то, что Всевышний еврейскому народу доказывал четыре тысячи лет, что есть только одна возможность выжить и остаться евреем, это только соблюдать заповеди. Отходишь, все, исчез. Теперь, значит, дальше. Дальше. В каждом поколении были испытания, которые, если ты его преодолеваешь, то ты поднимаешься на следующий уровень, как спортсмены, которые берут все больше и больше веса. То есть, у них есть уже такие специализированные упражнения, такие там анаболикистероиды, то есть человек, который уже поднялся на какой-то высокий духовный уровень, ему нужны какие-то сверхиспытания, чтобы дальше подниматься. Но человек, который не проходит испытания. Испытания мне понравились когда-то высказывания Джон Кеннеди. Это была одна из любимых его притчей. Ну, не притчи, знаете-ка, каждый человек живет в своих каких-то убеждениях, принципах и правилах. Именно вот эти принципы и правила каждого человека формируют его решения и его жизнь. Так вот, Джон Кеннеди, которого убили в конце концов, но который до того, как его убили, он был очень яркий такой персонаж, который, первая высадка на Луну, и когда ему говорили все, это нереально, это невозможно, у тебя не получится, мы не можем, это невозможно. Он говорит, а мы летим на Луну не потому, что это легко. Мы летим на Луну, чтобы доказать, что невозможное возможно. То есть, он был такой экстремист. Так, одна из его убеждений, мыслеформ, в которую он верил, была такая. Он говорил, в китайском языке слово «кризис» записывается двумя иероглифами. Один из них обозначает опасность, а другой – благоприятная возможность. То есть, он в это верил, что любой кризис – это возможность подняться на следующий уровень. Как испытание для праотца Авраама, десять было испытаний. Нисайон – это как слово «масаид» есть, грузовик, то, что поднимает. Нисайон – испытание, оно человека или поднимает, и может его поднять еще одно слово, связанное со словом «испытание», Нисайон на иврите – это «нес» – чудо. То есть, когда ты проходишь испытание, Всевышний делает для тебя чудо. Когда Авраам за веру пошел в печку, Всевышний его спас. Когда Авраам за веру во Всевышнего хотел убить своего сына, был готов, Всевышний дал потомство Авраама, вечность, дал Тору и так далее. То есть, испытание – это или тебя ломает, или поднимает. Так вот, были испытания во времена первого храма, люди были более духовные, они видели духовный мир. И у них было испытание или смирение, и сказать, да, я знаю, как мыслю этого убить, этого убрать, а вот тут, наоборот, получить все. Но, если ты верующий, да, и ты знаешь, например, Каббала, почему Каббалу, особенно Каббала Моасит, это та, Каббала меняет мир. Можно учить только после 40 лет женатому мужчине, который знает всю Тору, и который полностью исправил свои качества. Потому что, представьте, когда ты даешь человеку безграничную, неограниченную власть, и он плохой человек, что он с этой властью сделает? Он уничтожит своих первых врагов, все заберет, там, ну, будет ужас, какой он сделает, да? Теперь люди во времена первого храма, они могли быть пророками, но для этого нужно было убрать свое эго и стать смиренными полностью перед Богом. Или могли стать идолопоклонниками-магами, которые, пользуясь вот этой магией, могли полностью, как бы, владеть материальным миром. Они не выдерживали это испытание. Второе было испытание, разврат. Первый храм был разрушен за идолопоклонство, за разврат и за убийство. Второе было испытание, это разврат. Когда мы в Торе читаем целая глава в Йом-Кипур о запрещении всех инцестом, родственной связи, связи с животными, все, возникает вопрос, что вообще кому в голову придет спать с бабушкой, с дедушкой, с тетей, с дядей, с животными? Ну, то есть, это какое-то, ну, вообще, какое-то там извращение для каких-то там сумасшедших. Но норма, как бы, люди даже в эту сторону не смотрят. Не смотрят в наше время. В то время было включено у людей стремление к размножению на таком уровне, что они просто вот видят что-то шевелится, и он даже не смотрит что, и туда. То есть, у них было совершенно невероятное стремление к, значит, разврату. И они не выдерживали. Убийство это было следствие уже и дало поклонство и разврата, потому что если человек нарушил уже, он с Богом сказал, все, мне не интересует, что нельзя, я нарушаю, то, понятно, он уже может и убить кого хочешь, потому что для него жизнь, если его жизнь для него не ценная, для него жизнь других людей тем более не ценная. И, значит, вот первый храм был разрушен, потому что большая часть людей не выдерживали эти три испытания. И тогда Всевышний разрушил храм. Храм это был как усилитель, как Wi-Fi-раутер, да? Почему у меня интернет здесь перерывается? Раутер наверху, а я сижу здесь, у меня кабинет в подвале, ну, как бейсмен, да, это называется в Америке. И здесь стоит такой второй раутер, который принимает сигнал, он должен усиливать сигнал, а он не усиливает достаточно. Что получается? Когда был храм, то он усиливал вот это духовное влияние, и люди просто принимали это духовное влияние, но они его использовали на плохое. Тогда Всевышний вынужден был разрушить свой храм и отправить в изгнание. И когда вернулись из изгнания, уже чудес не было, во втором храме не было чудес. И собрались люди, 120 человек, люди Великого Собрания, мудрецы. Там были последние пророки, которые еще, ну, то есть они уже научились быть пророками, они уже могли заходить. То есть пророки, они заходят и получают прямо из духовного мира информацию. И они тогда попросили у Всевышнего, говорят, что мы не хотим больше в изгнание, давайте тягу к этапоклонству убираем. Но вместе с ней исчезло пророчество, то есть люди стали менее, у них исчезла доступ, вот эта волна доступа в духовный мир у них исчезла. Они сказали, давай уберем тягу к разрату, мы не можем. Но что? Когда они, эти 120 мудрецов, они когда обратились к Всевышнему, там и сделали какие-то изменения, то что они говорят, дайте, они сидели, это занимал процесс несколько дней, но когда на небе отключили тягу к разврату, это же инстинкт, то перестали нести скуры. И они увидели, что без вот этой тяги к разврату люди в жизни не будут размножаться. Ну, зачем это кому надо, да? Сложные процессы вынашивать там. Ну, то есть, кто бы на это пошел бы, да? Зачем? И тогда они попросили верните, но меньше. И уже с тех пор то, что сейчас есть тяга, она в два раза меньше. Но есть люди, у которых башню сносят, они только ради этого живут. То есть у них вся жизнь их вот в этом вот, в этом направлении. Хорошо, друзья, у каждого из нас свои испытания. И надо помнить, что если ты не проходишь испытания, то тогда, слава Богу, я, например, прошу Всевышнего, что не надо никаких испытаний, не надо большого уровня. Почему? Потому что царь Соломон, он говорил, что не будь слишком большим цадиком, не будь слишком большим, не стремись к сверхдостижениям. Когда раньше стремился к сверхдостижениям в спорте, в бизнесе и так далее, то есть любая тяга к сверхдостижениям идет через преодоление кризисов, а кризис это или опасность, или благоприятная возможность. Поэтому те, кто ломается, не меньше, чем те, которые проходят эти кризисы. Поэтому лучше, я для себя решил, не искать никаких испытаний. Но те, кто хотят испытания преодолевать, вот нам Равшаламаруш показал путь, что тот, кто преодолевает испытания в духовном плане, он переходит через все ступени, и ему огромная-огромная награда, огромные ему идут дивиденды и так далее, если он прошел это испытание. Все, и коротенько, давайте на буквально минуту, совет. Очень хороший, кстати, сегодня совет. Он когда-то в моей жизни очень сработал. Значит, у меня даже есть в тренинге, я вставил этот совет, но я не отсюда его взял. Просто оно, знаете как, знание же идет от одного источника, и истина, она одна. Но встречается в разных форматах. Значит, он говорит такую вещь. Identify yourself as a happy person. Он говорит, хочешь быть счастливым, хочешь happiness, счастье, значит, определи себя, как бы определяй себя в своих глазах, как счастливым человеком. И когда ты будешь себя определять так, I am a joyous person, я радостная персона, да? Я такой, который любит жизнь. Я вижу себя как человек, который ценит все подарки Всевышнего, которые он дает мне. Я вижу себя, значит, я вижу себя счастливым, иногда бывает у меня, значит, падение настроения. Он говорит, смотрите, это же очень просто, это очень просто понятие осознать. Твоя самоидентификация создает тебя. Тебя нет как такового. Есть твоя история о себе, есть твое самоопределение, и это не более, чем история. Теперь люди рассказывают себе годами историю о себе. Они в это верят, и они как бы себя задипнотизировали, и иногда другие верят в историю. Один говорит, да я добрый. Второй говорит, ты добрый, ты вообще не добрый. Один говорит, я щедрый. Ему жена говорит, ты щедрый, ты вообще, жадней тебя нет. Он говорит, меня жадней нет, да я вообще. То есть те истории, в которые люди верят о себе, и те истории, в которые другие люди рассказывают о них, они очень часто отличаются. Поэтому фактом является то, что никакая из истории о себе не является объективной. Это все истории истории. Все, это факт. Теперь что он говорит? Смотри, если ты скажешь о себе, что я счастливый человек, и ты в это веришь, то ты будешь, эта история создает тебя. Она тебя создает именно таким. Он говорит, конечно, кто-то может возразить. Он скажет, ну какой я счастливый, я полдня плачу. Я 80% дня недоволен. Какой я? Как я могу сказать, что я счастливый? Это неправда. На что он ему отвечает? Скажи, пожалуйста, как называется человек, который убил одного человека? Как он называется? Убийца. Ну секунду, он же одного всего человека убил. Он же за жизнь встречался с 10 тысячами, но он же одного убил всего. Что он, убийца? Как вы можете говорить на него, убийца? Или человек ограбил кого-то, и на суде говорят, он грабитель. Какой он грабитель? Он всего один раз ограбил. То есть он вообще в жизни никого не грабил? Ну раз ограбил, ну два ограбил. Что? Это, как я про себя говорю, что я вегетарианец. Веган. Я веган. По убеждениям. Люди спрашивают, ты что, ты мясо не ешь? Я говорю, ем мясо. Ну сколько я ем мясо? Ну три раза в день я ем мясо. Что это? Я же остальное время не ем. И с 24 часов в день три раза поесть мясо. Сколько это по времени? Ну час я ем мясо. 23 часа я не ем мясо. Значит я веган. То есть любая история о себе это ваш выбор. Но ваш выбор определяет потом события в вашей жизни. Поэтому предлагает нам Раф Зелек Плистин идентифай, как бы сделай свою идентичность. Определи себя. As a happy person. Как счастливый человек. И эта твоя самоидентификация, она будет тебя создавать. И когда ты видишь себя как счастливого, радостного персону, персоналити, личность, да. Значит это великолепно. И дальше, значит, дальше, если ты perceive yourself, если ты как бы воспринимаешь себя как счастливого человека, ты помнишь, что иногда ты можешь упасть из этого состояния. Но чем больше у тебя будет воспоминаний внутри о счастье, тем легче тебе будет входить в это состояние. И не жди, пока у тебя будет 51% того, что ты счастливый. Достаточно 1% что ты счастлив, сказать я счастливый человек, который иногда несчастлив. И увеличить этот процент, увеличивать, увеличивать, увеличивать. Это твой choice, твой выбор. Все. И он дальше говорит, even if it takes a leap of faith. Это требует твоей веры. Но начни, поверь в это, начни видеть себя как счастливый человек, который радуется жизни, который ценит подарки Всевышнего. И ты можешь стартануть каждую секунду, каждая секунда новая секунда. So, hear it, послушай, услышь свой внутренний голос, который повторяет, я счастливый человек. I am a happy person. И это очень важный такой шаг в сотворении действительно счастливой жизни. Все, дорогие друзья, всем удачи, успехов. Мы сейчас, кстати, будет ссылочка, обратите внимание, мы сейчас везде сделали ссылочку, онлайн-школа «Жизнь по Торе». Мы сейчас сделали СРМ-систему, в которую нужно обязательно зарегистрироваться, если вам интересно дальше развиваться и учиться, и двигаться ко Всевышнему с помощью Торы, Света Всевышнего. То там прямо мы должны знать, кто вы, что вы, где вы, с какой точки вы стартуете. Потом мы хотим сделать, чтобы таким, мы сейчас набираем команду консультантов, которые будут консультировать, люди, которые понимают, сделать диагностику. И у нас есть много разных ботов, чтобы учиться в Телеграме уже уроками, короткими уроками. И один из циклов, это мой курс «10 шагов к счастью», мы будем его давать тем, кому надо идти к счастью. Потому что есть же разные стартовые позиции. Мы определяем вашу точку А, и мы для вас прокладываем маршрут, и если у нас нет каких-то уроков, мы будем создавать. То есть мы очень, под каждым уроком есть, вот помните, раньше я делал ссылочку на отзывы на Google форму. И спасибо вам огромное. Именно благодаря этим отзывам мы сейчас сделали следующий шаг в развитии платформы Вайкра. И сейчас будет такая же ссылочка, она называется «Анкета, анкета онлайн-школа «Жизнь по Торе». И там есть 5, 7, по-моему, 8 или 9 вопросов, ну, 2 минуты заполнить. И мы будем знать, кто вы, что вы. И на следующем этапе с вами свяжется, сейчас мы как раз в февраль набираем этих людей, все, как мы хотим организовать, с вами свяжется кто-то по Zoom, наш консультант. И точно поняв ваша точка А и в какую сторону вы хотите двигаться ко Всевышнему, как бы ваш маршрут, кто-то пророком хочет стать, кто-то праведником, кто-то, значит, я не знаю, что-то еще мудрецом, раввином, кто-то и так далее. Мы поняв вашу точку А, где вы стартуете, точку Б, где вы находитесь, мы вам сможем тогда предоставить доступ именно к тем урокам живым и в записи, которые вам помогут. Да, и женщины тоже могут, конечно, женщины, «Жизнь по Торе», и женщины могут, и те, кто не евреи, тоже могут, потому что Тора, она единая. Бог дал Тору вначале Адаму, это знание о Боге, Тора это знание о Боге. Потом Ноаху, есть 7 заповедей для потомства Ноаха, для всего человечества. Потом дал через Моисея Тору, которая была Моисеем записана на 70 языках, чтобы все ее знали, понимали. Просто для каждого есть свой маршрут к Богу, есть через 7 главных заповедей, есть через 613, есть через Хасидут, есть через Кабалу, есть по-простому там через... и так далее. То есть у каждого своя ситуация. Мы сейчас постараемся сделать так, чтобы помочь каждому определить точку А, где он находится, и дать ему, чтобы он мог, независимо ни от кого в онлайне, заниматься по своему маршруту, проходя циклы уроков, которые лично ему нужны для приближения ко Всевышнему. Вот такой наш план на ближайший год, с Божьей помощью. И все партнеры Вайкра, спонсоры Вайкра, друзья Вайкра, те, кто помогают, становятся не просто пользователями этого плана, а вы становитесь организаторами этого плана. То есть каждый доллар, вложенный Вайкра, превращается в 3,5 часа изучения Торы. И когда вы помогаете кому-то учить Тору, представляете, вот, например, у меня сейчас будет у моего отца Йорци, годовщина смерти, 2 года. Он только в 70 лет через меня узнал о Боди. В 72 года он сделал обрезание. У него была мама нееврейка, он прошел в 72 года дьюр, хотя его папа еврей, мама была нееврейка. Он прошел дьюр, сделал обрезание, начал соблюдать шаббат, но учить Тору он не успевал. Теперь вот я сейчас делаю этот урок, например, Лейлу Нишамад, для поднятия его души. У нас сейчас 200 человек на уроке во всех сетях, даже больше сейчас, 220. Значит, мы полчаса поучились, это как 220 на полчаса, 110 часов Торы. 110 часов Торы, если человек учит Тору час в день, это как 110 дней. Так как я здесь учу Тору, я могу свою заслугу в том, что мы учим Тору, оп, передать на небо, чтобы Борух бен Авраам, ему пошло 110 часов Торы. Он как будто бы полгода сейчас отучился. И он там на небе, ему заходит этот духовный свет, он, значит, поднимается на следующий уровень. Спасибо, говорит Исаак, спасибо всем, кто учится. Да, значит, вот так вот. Вы тоже можете заповеди делать для поднятия души своих близких. Можете для себя делать, да. Как бы Тора это как свет, как энергия. Все, всем удачи, успехов, с Божьей помощью. Встречаемся завтра в 10 утра. Анкетку я сейчас прямо приложу. Будет сейчас запись урока в Телеграме, аудиозапись, видеозапись. И к нему будет идти анкета. Все, всем удачи, успехов, до завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok